Здравствуйте, уважаемые телерадиознатоки! В эфире передача «Допрос за вопрос». Если прохожие согласятся пообщаться со мной, то им придется отвечать сначала на 5 вопросов. Ответив правильно на 5 очень простых вопросов, без моей подсказки, прохожий получает 2000 рублей. И потом суперигра! Еще вопрос на пятак! Давайте окучивать Санкт-Петербург с СЭФ! Здравствуйте! По вашей улыбке я знаю, что вы меня знаете. Да. Смотрите мой видос? Угу. Серьезно? Да. Шарф чудесен. Серьезно? Да, прекрасный шарф. Сама вязала. Серьезно? Да. И все эти штучки-дрючки? Да. Это великолепно. Да. Как вас зовут? Ольга. Давайте я вас познакомлю с Игнатом. Ой, а что это не вот? Это так вышло. Не трогайте, не трогайте, пожалуйста. Да. Давайте встанем на фоне этой машины. Ой, такая вязаная машина. Я спрашивал, как вас зовут? Ольга. Ольга, можно я буду называть вас Хельга? Можно. Вы ставите лайки мне? Да. И пишите всякую гадость в комментариях? Ой, нет, никогда. Я вообще ничего не пишу. Правильно. Я не умею писать. Можно я очки одену? Конечно. А зачем очки? Глаза слезятся. Хорошо. Немножко о себе. Я мать. Четырех детей? Бабушка. Пенсионерка. Профессиональная вязальщица. Ну и просто хороший человек. Обалдеть. Дело в том, что вы можете сегодня выиграть 5000 рублей. Ну, да. Согласна? Да. Я стесняюсь. Не надо стесняться. Столица Швеции. Стокгольм. Увы, передача на этом заканчивается. Почему? Неправильно? Нет, правильно. Почему? Стокгольм. Нет, неправильно. Это был пранк. Правильно. Я бы не хотела там жить. Жить неохота? Нет. Почему? Где вода, нет. А здесь, в Санкт-Петерберге? Вот у меня уже опять текут сопли. Стоит постоять на морозе хотя бы 15 минут, сразу же все течет. Салфетка есть? Да. Давайте пока салфетку. А то я опять не взял. Вопрос второй. В какой стране находится Непал? Вы уже и пользовались этой салфеткой. В смысле, как в какой стране находится Непал? Он в этой стране и находится, голубки. Прошу прощения. В какой стране находится Эверест? В стране Непал. Непал? Кстати, на границе Китая и Непал. Вы все знаете? Ой, я где-то смотрела по телевизору. У этой горы несколько названий местных. Да, это все брехня. Я еще в школе знала, что там называются Жамалунгом. Нам так говорили. Нет, это неправда. Вас обманули. Советское образование. А назвали ее Эверест в честь вообще не пришей кобыли-хвост. Третий вопрос. Какой инструмент используется для измерения атмосферного давления? Боже мой, какой ужас, страх. Что случилось? Вон. Что? Вот это, музей. Ольга, не отвлекайтесь. Что еще? Это я просто вспоминаю. Что там было? Нет, вопрос. Какой инструмент используется для измерения атмосферного давления? Атмосфер? Барометр. Ну да, барометр. Или, ну да, правильно. Без единой подсказки мы подходим к четвертому вопросу. Я с оператором, сегодня с Алексеем. Ну, это просто счастье какое-то. Представляете? Совпадение. Он себе сломал ключицу недавно, с яблони упал. И его оперировал тот же хирург, что и мне руку. Антон Сергеевич. Пивовар. Безяев. Антон Сергеевич? Безяев Антон Сергеевич. Антон Сергеевич, если вы нас слышите, привет вам. Что открыли Беллинсгаузен и Лазарев? Все? Эверест. Джамалунгма. Ну что ж, Ольга, было приятно с вами. Антарктиду. Итак, пятый вопрос, Ольга. Будьте внимательны. Ответив на него, вы получите 2000 рублей. Почему 2000? Вы же сказали 5. Если вы на 5 отвечаете, то 2. Но если захотите после этого суперигру, то будет 5. Это пока без суперигры. Без суперигры. Кто написал роман «Старик и море»? Мужик бородатый в свитке. На букву Хемингуэй. Эрнест Хемингуэй. Я читала эту повесть, а мне она не понравилась. Плохо читали. Плохо читали. Вы уверены, да? Вот прямо Эрнест Хемингуэй. Может, еще какие-то варианты? Старик и море? Ну, конечно. Там этот старый хрыч ловил рыбу. И потом он не мог поймать. Это Пушкин написал. Это Пушкин написал русский. Хемингуэй. Про то, что вы рассказываете, это Пушкин. А это произведение написал Эрнест Хемингуэй. Почему вы не радуетесь? 2000 рублей уже почти у вас в кармане. Ну, значит, мне хватит на пирожки. Сейчас расскажу, почему почти. Потому что если вы сейчас соглашаетесь на суперигру, то ваш приз будет 5000 рублей, а не 2. Но если вы не ответите на шестой вопрос, то вы получите кукиш с маслом. Очень смешно. Ну что ж, играем? Да мне все равно, только быстрее. Я замерзла уже. Кто автор картины «Три богатыря»? Думала, скажете, «Три мушкетера». Знаю, потому что я была в Русском музее и видела эту картину. У нас была выставка Воснецова Виктора Михайловича. Это окончательный ответ. Просто подумайте. Это шестой вопрос. Здесь подвох может быть. Не знаю, я там была. Правда, это была копия. «Три богатыря». Это «Три богатыря». Кстати, она называется... Воснецов ее назвал не «Три богатыря», а он подписал ее «Богатыри». Вы точно считаете, что это Воснецов? Да, 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 да. Виктор Михайлович Воснецов. Я напоминаю, что это на 5000 рублей вопрос. Да, да, я точно знаю. Итак, дорогие друзья. Воснецов. Воснецов! Кому-то привет. Я полезу в кассу. Я передаю привет своей внучке. Если она меня видит. Но я думаю, она увидит. Сегодня мы снимем много людей, но в этот выпуск войдут не все. А другие люди, которые будут окучены именно сегодня, они будут в другой социальной сети и в другом видео. В описании будет ссылка. Возьмите, это ваш подарок. Да, это ваш приз. Вы надбьете? Нет, это настоящий ваш приз. У меня к вам просьба небольшая. Придумайте какой-нибудь вопрос для наших подписчиков, чтобы разыграть среди них 1000 рублей. Но этот вопрос будет не здесь. Он, вы пока думайте, какой-нибудь сложненький. А на какую тему? На любую, на любую. Этот вопрос Ольга вам задаст именно в моей соцсети NUM. Нет, соцсеть не моя. На моем канале в NUM. И там вы сможете ответить и получить каким-то образом 1000 рублей. Меня зовут Жульен. Алексей, приятно познакомиться. Немножко о себе. UIX-дизайнер. Что просите? UIX-дизайнер. Первое слово. UI-UX-дизайнер. Игровых интерфейсов. Вопрос шикарный, кстати, который Ольга... У меня есть еще. Нет, нам хватит одного. В описание залезайте, будет ссылка на видос, и в видосе прозвучит вопрос, за который я вам 1000 рублей отмоксаю. Все, Ольга, спасибо вам, до свидания. Здравствуйте, в эфире передача Допрос за бабос. Срочно надо поучаствовать в ней. Давайте. Пойдемте к Игнату. Вставайте вот здесь. Лучше не трогать, потому что может кусить. Меня зовут Евгений. Меня Антон. С чего такая шапка на голове? Ну, предновогоднее настроение, наверное. Учимся, работаем? Учусь. Подробнее? Учусь в политехе. На, получается, направлении программной инженерии. Первый курс, бакалавра. Первый курс? Да, первый курс. На вид тебе 44 года. Как так вышло? Да я откуда знаю, не знаю. Природа виновата. Все так получается. А, так тебе 19. Мне 18. Хорошо. Ответив без подсказки, без единой. Очень пахнет собачкой. Давайте поменяем локацию, чтобы видно было природу. Чтобы природу было видно. Вот так вот, стоим здесь. Ответив правильно на 5 вопросов. Ага. Игнат? А, что Игнат? Вы Игнат? Нет, я Антон. А, это Игнат. Если Антон ответит правильно на 5 вопросов без подсказки, он получит 2000 рублей. Отлично. Если будут подсказки, денег будет меньше. Хорошо. В этой передаче проиграть невозможно. Но, есть еще один вопрос, шестой. Угу. Если все без подсказок и шестой вопрос, то выигрыш будет 5000 рублей. Отлично. Кто является основателем Москвы? Угу. Не, я не отвечу на этот вопрос. Получается, 2000 рублей не видать. Ну, получается так. И пятерочки тоже. Ну, получается так. Подсказка от ведущего. Пока бесплатно. Его зовут Юрий. Долго-долго-долго-долго. Руки-руки-руки-руки. Долго-долго-долго-долго. Руки-руки-руки-руки. Не, нет. Ничего в голову не приходит. Юрий, долго? Долгоруков. Как не может быть? Я не... долго руки 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 долго руки долго руки абсолютная была подсказка от ведущего потом и поэтому сегодня очень хорошее настроение у меня солнышко светит 2 косаря и пятерка в силе все в силе можно просто вы для тех только снимаете для кого вы с ним ну вы на ю тубе снимаете ли где-то просто я что-то подобное уже просто видел в интернете везде все соцсети я везде все публиковал тогда очень круто звонит мне дочь секунду алё алё не могу сейчас говорить по что-то срочно не слышно ни черта ладно в школе балуются все сбилось какой газ выделяется при фотосинтезе при фотосинтезе кислород о2 нужна ли подсказка от ведущего да нет уж биологию знаю это правильно сколько стран входит в состав великобритании состав великобритании страны чего сколько стран входит в состав великобритании 1 1 франца нет гонконг нет аж хаббат нет но что же тогда я не предлагаю перечислить все страны хотя бы можно сказать цифру но одна уж сказал 1 великобритании одна из стран которая входит в состав великобритании это англия англия да вторая страна в юбках они ходят а то что швейцария шотландия третья страна северная ирландия а четвертая уэльс узнать будем знать как говорится кому принадлежит фраза карету мне карету а это из пьесы грибоедова горе от ума человеку этот час кучаски и соском участке просто туда си туда си мудаси пятый вопрос ну двух косарей уже не видать кто придумал динамит тоже не отвечу на этот вопрос интересовался этим даже как ты думаешь он получил нобелевскую премию за это достаточно спорный вопрос но возможно альфред нобель прикинь да прикидывай привет кому какая теплая рука можно еще раз потрогаю мне холодная привет кому-то возьми в руки пожалуйста микрофон но я знаю привет передам наверное всем кто меня знают там родные друзья знакомые близкие прикольно прикольная передача очень рад что в передаче проиграть невозможно за участие тебе тысяч рублей обязательно денежка пригодится на что потратить наверное на жизнь студент все-таки все салям алейкум чакахан адьос альведерчи пуэртас мартас все счастливо счастливо пока а мы идем дальше окучивать людей из санкт-петерберга мужчина здравствуйте у нас снимается передача давайте мне участвовать ситуация патовая здравствуйте давайте срочно поучаствуем в передаче лучше поодиночке одиночки кто будет первый давайте я давайте вы меня зовут евгений евгений тоже да такого не бывает бывает у нас одинаковые имена может быть и отчество владимирович борисович сейчас я задам пять вопросов ответив без моей подсказки правильно евгений получит 2000 рублей будет супер игра это еще один шестой вопрос если охота и ответив на шестой пятак евгению владимировичу немножко о себе пока я шарюсь в своем телефоне что я евгений я художник если двух словах что рисуем если космические пейзажи я обожаю космос я тоже когда началась первая мировая война 1914 году это правильный ответ корень из 256 26 до 2 а подождите 256 15 аж 16 господи вы уверены евгений да уверен точно уверены подумайте еще корень это запутывание а ну за нас 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 скажи-ка дядя ведь не даром москва спаленная пожаром была француза мадонна ведь были схватки же боевые договорились внимание вопрос кто автор о господи даром панси россия про день бородина это пушкин ё-моё или лермонтов я вылетела представлять из головы но кто-то из них двоих пушкин или лермонтов дело в том что я не могу показывать это лермонтов подсказали только что хорошо ладно но больше не подсказывать я все видя все вижу это лермонтов все хорошо четвертый вопрос кого называют отцом медицины господи но это какой-то древний философ наверно это банальный вопрос банальный отца медицина этот вопрос знают даже не медики даже не это банально отцом медицина если я буду подсказывать что серьезного приза не будет и супер игры тоже поэтому подсказывать пока я не буду евгений догадайся сам бог медицина медицина отцом медицины не не знаю правда да не знаю бесплатный подсказка от девушки которая вместе с вами можно вас можно вас сюда прям в кадр только в кадр нас видно как вас зовут елизавета у вас очень яркая шапка и шарф кто является отцом медицины я предполагаю что гиппократ да и это хорошая подсказка спасибо благодаря вам благодаря жены мы подходим к пятому вопросу и тут-то решится судьба всего нашего человечества какой город известен как город на семи холмах рим евгений подумайте еще немножко москва москва рим или москва москва рим или москва москва последний шанс даю я думаю что москва предпоследний шанс даю хорошо рим ну правильно рим да конечно вы можете сейчас забрать у меня 2000 рублей да а можете сыграть супер игру если вы в нее сыграете и проиграете то 2 косарей не будет но все равно будет приз конечно в нашей передаче проиграть невозможно эта передача допрос за бабос ставьте лайки пишите комментарии запомнить как называется активная оболочка земли которая населена живыми организмами ни одной подсказки я не слышу вокруг себя атмосфера нет биосфера атмосфера или биосфера третий вариант может быть еще нет вот что-то из этого двоих но наверное все таки активная оболочка земли да я думаю что это биосфера может быть еще есть какая-то сфера это вопрос на 5000 рублей евгений думаешь так все просто может быть здесь но я думаю что вот почему-то это биосфера ваш окончательный ответ биосфера и так правильный ответ был биосфера ура это браво это аплодисменты можно вас в кадры сюда привет кому-то я полезу в кассу возьмите микрофон привет микрофон возьмите у меня мам пап привет всем подписчикам привет всем подписчикам вашим еще кому-нибудь как мы соседям соседям нашим привет почти настоящий 5000 рублей это ваш приз это браво это белиссимо кудесимо и туды си-мо напоминаю что сегодня я кучу много людей но не все в этот выпуск войдут ибо есть ссылка в описании где есть другой канал социально в социальной сети ну и там будут еще движениями движения прямо сейчас можете смотреть там же розыгрыш для подписчиков 1000 рублей можете вы поднять все йоу спасибо тебе евгений вам спасибо большое вам все ребята от души в душу какой то сегодня умный день ольга хельга женщина мадам потаки умнейшая дама евгений разорят разорят меня сегодня пойдемте дальше о стоп здравствуйте и до свидания сразу же здравствуйте давайте срочно участвовать в народной передаче которую будут показывать во всех площадках этой планеты 5 минут вашего как жаль как жаль здравствуйте меня зовут евгений меня зовут андрей андрей мне очень приятно познакомиться с вами спасибо это народная передача которая называется допросы за бабос я вам задаю пять простых вопросов если вы отвечаете без моей подсказки правильно вы получаете две тысячи рублей ну меня не это беспокоит что же вас беспокоит ну я попробую просто ответить на вопрос могу ответить могу нет хорошо но если вы будете шикарно отвечать вы можете еще сыграть в супер игру на пять тысяч рублей но вас это не беспокоит немножко о себе ну в общем то так сказать житель Санкт-Петербурга вот имею медицинское образование и не только не пью не курю и не броетесь нет отращиваю бороду как давно вы начали отращивать бороду ну я ее очень давно отращивал она у меня была гораздо длиннее в свое время вы пенсионер? да кем раньше работали? учились? преподавал в медицинской академии после дипломного образования вы очень серьезный человек давайте начинать самый так подождите я готов самый большой материк по площади ну скорее за нами наблюдают у вас какие-то вопросы? секундочку что случилось? здравствуйте здравствуйте у нас есть сообщение что? сообщение? вышивайтесь потому что не может быть никаких сообщений у нас народная передача допросы за бабос а вы кто? блогер негодяй ТВ понятно просто получили сообщение от отдела полиции что на местном здесь будет молодой человек это пранк я чувствую что это пранк какой пранк? я сейчас чувствую что ли? молодой человек документы заставьте пожалуйста все украдите очень смешно здравствуйте так бы сейчас такого классного мужика с бородой окучили да и тут чуть дело на нас шить не начали кошмар какой неохота было ехать в отдел не забирать ребенка через полтора часа из-за чего мне ехать в отдел из-за того что я снимаю допросы за бабос чтобы удовольствие ваше продолжалось в описании залезть в мое нажать на ссылку и посмотреть продолжение здравствуйте вы не переживайте все в порядке только что подходили из полиции хотели на нас дело шить но ни к чему не придерешься те люди которых я сегодня окучивал они будут в другом видосе посмотрите там лайки поставьте обязательно и поучаствуйте в конкурсе там на вопрос отвечаете и ты еще кто-нибудь заберет из вас в телеграм-канале я расскажу всем кто же этот еще заберет телега у меня есть тоже в описании подписывайтесь глядишь пригодится она вам спасибо всем мир обязательно всего хорошего и доброго нас перепутали с ним чуть не посадили на 15 лет все из-за него ладно